Здравствуйте! Вы на канале Лит-Клуб. Читаем краткое содержание романа Льва Николаевича Толстого, Анна Каренина. С сайта литератур.ру читает Ольга. Часть первая. Главная героиня романа Анна Каренина – молодая женщина из высшего общества Петербурга. Анна 8 лет замужем за богатым чиновником Алексеем Карениным, который старше ее на 20 лет. Супруги воспитывают 8-летнего сына Сережи. Однажды Анна приезжает в Москву в гости к брату Стиве Облонскому. Стива и его жена находятся в ссоре из-за измен супруга. Анна пытается помирить брата и его жену. В Москве Анна ознакомится с молодым богатым офицером, графом Алексеем Вронским. Анна и Вронский нравятся друг другу. В это время младшая сестра Дули Облонской, Китти Щербатова, влюблена во Вронского. Китти ждет от Вронского предложения, так как он последнее время ухаживает за ней. Константин Левин, друг Стива Облонского, влюблен в Китти и хочет на ней жениться. Он делает Китти предложение, она получает отказ. Левин тяжело переживает эту обиду. Он уезжает к себе в имение, где занимается своим большим хозяйством. После знакомства с Анной Карениной, Вронский охладевает Китти и так и не делает ей предложения. Это разбивает сердце девушки. Китти жалеет, что отказала Левину. Помирив Стиву и Доле, Анна Каренина уезжает домой в Петербург к мужу и сыну. Вронский следует за ней. Анне приятно, что Вронский ухаживает за ней, но она старается сдерживать свои чувства к нему. Часть вторая. Китти глубоко страдает после разрыва с Вронским. Родители везут ее лечиться на воду в Германию. Здесь она постепенно приходит в себя. Поправив здоровье, Китти с семьей возвращается в Россию. Левин продолжает жить в своем имении, занимаясь хозяйством. Забота об имении отвлекает его от мысли о Китти. Левин смиряется с тем, что он никогда не будет с ней. Внезапно Левин узнает от Стивы, что Китти и Вронский расстались. И Китти теперь свободна. Левин думает о Китти, но по-прежнему не может простить ей обиды. Тем временем Анна Каренина и Вронский, вернувшись в Петербург, начинают тайно встречаться. Проходит год, Анна мучается от того, что обманывает мужа. Она узнает, что беременна. Наконец, Анна признается мужа в своих тайных отношениях с Вронским. Каренин просит Анну соблюдать приличия, пока не решит, как быть. Алексей Каренин тяжело переносит признание Анны о безменах. Он решает удержать жену возле себя, чтобы это не было счастливо с Вронским. Каренин требует, чтобы Анна перестала видеться с Вронским и сохраняла семью. Анна мучается, потому что муж стал ей противен. При этом Анна боится развода, потому что муж отнимет у нее сына Сережу. После скандала с изменами Стива и Доли продолжают жить вместе, но при этом оба чувствуют себя несчастными. Доли знает, что Стива не любит ее. Женщина находит утешение в заботе о своих шести детях. Левин занимается хозяйством в своем имении. Он предлагает своим крестьянам новые условия работы, при которых у рабочих будет личный интерес, успех и дело. Крестьяне сначала не доверяют барину, но со временем привыкают к новым условиям и видят улучшения. Левин узнает, что в Россию вернулась Китти, но он чувствует, что не готов ее видеть. Левин едет за границу в Европу, чтобы изучить там сельское хозяйство. Часть 4. У Анны Каренина рождается дочь Анна. Алексей Каренин знает, что это ребенок не от него, а от Вронского. После родов Анна находится при смерти. Каренин, испуганный болезнью жены, искренне прощает ее и Вронского. В Каренине происходит переворот. Он снова ласков с сыном и искренне любит новорожденную дочь Анну, неродную ему по крови. Каренин позволяет Анне самой решить, что для нее лучше. Анна решает не разводиться с мужем, но уехать от него. Анна и Вронские решают уехать за границу. Каренин с сыном Сережей остаются в Петербурге. Китти и Левин видятся однажды в Москве на обеде у Облонских. Китти просит прощения у Левина за то, что тогда отказала ему. Левин больше не злится на Китти и счастлив снова быть с ней. На следующее утро Левин сватается к Китти, а родители девушки дают свое согласие. Китти и Левин готовятся к свадьбе. Стива Облонский по-прежнему живет с женой Долли и тайно встречается с танцовщицей балета. Часть пятая. Китти и Левин женятся в Москве и уезжают в имение. Первые три месяца супруги много ссорятся, но в конце концов их отношения становятся ровными. Китти узнает, что беременна. Вронский уходит в отставку и едет с Анной и новорожденной дочерью в Европу. Анна очень счастлива. Вронский скучает из-за отсутствия занятий. Влюбленные некоторое время живут в Италии. Тем временем Алексей Каренин тяжело переживает отъезд жены. Каренин чувствует себя опозоренными, одиноким в своем горе. Он знает, что общество смеется над его несчастьем. Каренин говорит сыну, что его мать, Анна Каренина, умерла. Однако мальчик не верит в это. Наконец, Анна Вронский и их дочь приезжают из Италии в Петербург. Анна пытается увидеть сына, но Каренин отказывает ей. Наконец, Анна пробирается в дом Каренина в день рождения сына. Мальчик счастлив видеть мать. Выходя от сына, Анна сталкивается с мужем, но не говорит ни слова и уходит. В Петербурге Анна чувствует себя чужой. В высшем обществе, где она раньше блистала, теперь ее считают падшей женщиной. И Анна, и Вронский страдают от этого. Между ними возникают ссоры. Устав быть изгоями общества, Анна и Вронский уезжают из Петербурга в имение. Часть 6. Анна, Вронский и их дочь Анна живут в провинции в имени Вронского. Отношения между влюбленными портятся. Анна ревнует Вронского и не дает ему свободы. Вронский, в свою очередь, относится к Анне более холодно. Анна решает просить развода у мужа, чтобы стать законной женой Вронского. Вронский и Анна поселяются на время в Москве. Анна ждет, что Каренин даст ей развод, и ее жизнь изменится. Часть 7. Левин и беременная Китя приезжают в Москву для родов. Здесь у них рождается сын Дмитрий. Несмотря на мелкие ссоры, Левин и Китя живут довольно счастливо. У Доли и Стива Облонских денежные дела идут плохо. У Семи много долгов. Стива пытается получить выгодное место на службе, чтобы иметь больше дохода. Анна Каренина и Вронский живут в Москве. Анну по-прежнему не принимают в высшем обществе. С ней общаются лишь брат Стива и его жена Доли. Анна ждет развода от Каренина, но тот в конце концов отказывает ей. Отношения Анны и Вронского становятся все холоднее. Влюбленные все чаще ссорятся. Анна тяжело переживает это. Она чувствует себя глубоко несчастной и одинокой. Анна бросается под поезд и погибает. Часть 8. После смерти Анны Вронский долго не может прийти в себя. Находясь в растерянности, он отдает свою дочь Анну на воспитание Алексею Каренину. Затем Вронский жалеет об этом поступке, но считает неприличным что-то менять. Вронский считает свою жизнь пустой. В поисках смерти он отправляется на войну в Сербию. Китти и Левин счастливо живут в своем умении и воспитывают сына. Стива и Доли Аблонские живут по-прежнему. Стива получает желанное место на службе. Конец романа. Продолжение следует... Продолжение следует...